Взял Сахар, да? Нет. Всем здравствуйте. Всем приветик. Сижу с доченькой, отдыхаю. Нас хорошо слышно. Первым клуб кофе. Нас хорошо слышно, девочки? Спасибо. Семь человек, один лайк. Девочки, пишите, хорошо слышно нас? Видно хорошо? Тихо, держи. Ой, Ирина Юрьевна, здравствуйте, Любочка. Как ваше самочувствие? Завтра у меня операция, девочки. Завтра на 8 часов, на полвосьмого иду в больницу. Сегодня отработала один день. Иду в больницу, завтра будут съемки, конечно, девочки. Что смогу, я покажу, да. Будет операция под общим наркозом. Немножко хотела с вами посидеть, поговорить, пообщаться. Я с доченькой в кафе сижу. Я думаю, что будет все нормально. Если что-то, может, я с тобой поеду. Ну, потом подъедешь. На телефоне будем с тобой. Как вы, Ирина Юрьевна? Чем занимались сегодня? Как у вас день прошел? Как у вас погода, девочки? У нас сегодня жарко-жарко? Очень, слишком жарко. Сейчас покажу вторую сторону, кафешку. Тоже под зончиком. Можем камеру перевернуть? Да. Пришли сюда в кафе немножко посидеть на втором этаже. Везде все занято, все такое сидят. Все решили здесь немножко посидеть. Вот такой у нас город. Хочется вам показать, конечно, девочки, весь город. Но будет время, девочки, я вам все-все покажу. Немножко пошли, скупились. Да. 15 человек зашли, спрашиваете что-то, интересуетесь. А тут так зашли и тихонечко смотрите. Неужели ко мне нет у вас вопросов? Хотела, конечно, девочки стрижку сделать. Но говорят, перед операцией сложно, нельзя делать девочке стрижку. Уже после операции пойду в парикмахерскую. Приведу себя в порядок, да. Приведу себя в порядок, да. Ой, спасибо, Эммочка, спасибо, да. Приведу чуть попозже, Эммочка, домой. Сегодня, представляешь, зашла в магазин скупляться, а у меня сколько бонусов в магазине, слушай, ужас. Короче, все бесплатно мне дали. Спасибо, спасибо, Эммочка, да. Так что за бонусы купила. Ну, еще я там такое, девочки. Шики-блеск у нас магазин называется. Да. А ты поняла, Эммочка, где мы сидим, да? Возле тысячи мелочей. Решили, вот, говорю, давай посидим, кофейка попьем. Не пиво, девочки, а кофе. Да, 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 хорошо. Я думаю, подъеду в это время уже домой. Ты что-то вкусное уже готовила, Эмма? Еще у нас плов остался, да? У гуся у нас плов с филейки. Вчера приготовили. Сегодня анализы поздавала все на работе. Подготовила, с кардиограммку сделала. Кстати, у меня что-то с кардиограммкой. Там шум какой-то есть у меня. Ну, завтра анестезиологу дам. Хотела сегодня подъехать. Завтра анестезиологу дам. Анализы, все. Сахар у меня хороший, девочки. 5,5 сахар. Шесть уже это самое, ну, по границе. Ну, честное слово, девочки, я кофейка утром выпила. Может, из-за кофе немножечко сахар. Поднялся. Показывать вам город. Вот. Это далеко от центра, чтобы вы знали, девочки. Очень далеко от центра. Это здесь недалеко. Моя бусинка живет. И учится. И учится. Здесь и колледж. Кстати, колледж надо снять. Это твоя лучшая общая. Да, да. Кстати, да, девочки. Вот хочу показать. Вот бывшая. Видно, да? Не, 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 деревья. Ну, покажи с твоей стороны. Здесь я раньше жила. Вон там, да, общага. Мама, она раньше жила там. Мне, как молодому специалисту. Да. Девочки, мне, как молодому специалисту здесь общежитие. Далее я здесь жила. И Эмочка тоже жила. Эм, помнишь? На Башкирской. В садик здесь ходила, да. Вот так. Классно. Завтра буду в больнице, девочки. Что будет возможно снять, девочки, это я буду снимать, конечно. Потому что вам, я вижу, интересно. Я показала немножечко больницу, в которой я буду лежать. У нас больницы шикарные, девочки. Очень классные, да. Кстати, мне назначили рентген молочной железы. Мамаграму вот эту назначили. Потому что я открыла электронное направление. То дали мне электронное. У нас, девочки, по электронному направлению. У нас там сколько? 8-8. 16 цифр. И по 16 цифрам у нас пакетные створения пишут. Пакетные створения на российском языке. Пакет услуг. Да, пакет услуг. Я сама эти тоже сама могу делать. Вот мы делаем это самое. И у нас в одном направлении можно расшифровать. Там много-много, несколько услуг, да. Там мамограмма идет у меня. Стационарное ликувание. Взятие на гистологию. Онкомаркеты. Вот это. У нас все, вот это все бесплатно. Это входит в нас. Если подписали декларацию семейным доктором. Это все у нас бесплатное. Аймочка только пишет. Сестренка, привет, Айма говорит. Привет, привет. Да. Что такое может забыть? Ты помнишь, да, Айма, как мы здесь жили? Спрашивайте, что у вас интересного. Интересуйте, спрашивайте. На все-все вопросы, девочки, я отвечу. Вот это, с другой стороны. Синим здесь. 22 человека, и никто не хочет писать. Давай ты поговори. Может, с тобой захотят говорить. Может, со мной не хотят. Вот мама меня заплела недавно. Позавчера. Вот эти рады к нам приезжала. Да, позавчера. И вот у меня какие пудряшки. Расскажи, что мы ели. Когда в субботу. Что я купила? Кукурузу ели. Кукуруза очень вкусная. Молочная. Да. Да. Сахарная. Сахарная, да. И что мы еще в Гусалема купила? Ковончик. Арбузик. Арбузик. Да. Вот так мы проводим. Вечера коротаем. Пишите. Это возле нас строительный техникум. Да? Да. Там на выгу. Строительный техникум. Надо будет пройти. А потом музыкальное училище. Да? Да. Музыкальное училище. Потом идет. Потом швейная фабрика у нас идет. Ангел идет. Потом большая такая церковь. А мы... Двадцать пять человек и все молчат. Кто в глаз попала? Он просматик засыпался. Большой. Спасибо. И тебе хорошей подготовки, Эмочка. Спасибо. Латте, да. Какое мы кофе взяли с тобой? Латте, соленая карамель. А, ты латте, соленая карамель? Ой, я хочу попробовать. Ну все, твое. А ты... Ну все, соленая карамель. А я, слушай, не могу понять. Думаю, какое это кофе такое интересное. Это ребенок мне взял. А я думаю, что это такое с каким-то соленоватым вкусом. Все домой едут. Сейчас у нас уже шесть часов вечера. Почти шесть. Что там Таня твоя? Ну ничего, нормально все. Ой, а кстати, Татьяне... Я утром звонила, вечером не звонила. Сейчас буду ехать домой, я Татьяне перезвоню, что она там... Это твое без ничего. А, это ты мне под... Это самое. Тихо, спокойно, девочки, у нас в городе. Видите, как крашит. Да, ты читаешь новости, а там в ужасе. Да. Там ухаживают на этом кольце. Все красивенько. Это 130-й поехал, да? Да. Хорошо посидеть, мои дорогие. Спасибо, Эммочка, спасибо. Девочки, пишите, не стесняйтесь. Да, какие-то такие все скромные, боятся что-то писать. А сколько времени? Ну, значит, так будем сидеть, смотреть город. Город у нас очень красивый. Да. Тут вечером очень классно. Еще когда-то пойдемте все вместе суши покушаем, да? Да. В сушибар. В японскую кухню, потом можем в китайскую зайти, да? В китайский ресторанчик. Да. Возьмем, Эммочка, и ты пойдешь с нами, пойдем посидим, отдохнем. Сколько можно работать, так вчера много. И огурцы закрыли, и яблоки, и повидло, и сок делали. И яблочный, да. Теперь что у нас? Баклажаны остались, перчик остался. И помидорчики. Интересно запускать. Да, обязательно. Это не обговаривается, да. Девочки, спрашивайте, что вас интересует. Такое впечатление, что все сидят, как будто все заблокированные сидят. Думала, стрим проведу с вами, пообщаюсь, поговорим. Может, что-то у вас, может, много вопросов накопилось. Ирина Юрьевна, как у вас день прошел? Ирина Юрьевна, как у вас день прошел? Ты что-то готовила дома? Ты вчера только приготовила, да? Да надо все-таки скульптурить. А мы, кстати, вчера шашлыки еще кушали, представляешь, самый? Да, у нас соседи угощали, дали нам по шампуру. И кошкам, и собакам дали, слушай, вообще. Соседи у нас супер. Пусть Наташа приезжала. Все хорошо. У них такая собака классная. Большая? Она не большая, а спаниелька, наверное. Вот эти уши такие висящие, красивые. И цвет такой какой-то такой коричневатый, такой шоколадный. Такой очень красивый такой цвет. Очень классный. Так, девочки и мальчики, пишите. 24 человека в сети. Такое впечатление, что хейтеры наши сидят. Мы же ведь друзья, пишите, девочки. Вот кто-то еще написал. Кто-то. Как вы относитесь к Губаревой? Девочки, давайте без провокационных вопросов. Без провокации, девочки. На своем канале... Мы на такие вопросы не отвечаем. На этом канале, девочки, навсегда мы забудем о персиках, о трех поколениях и о Наталье Губаревой. Я не хочу на эту тему вообще не говорить, не вспоминать ничего. Сплетничать, девочки, я не собираюсь. Есть очень много всего интересного. Узнать, посмотреть, рассказать, научиться, поучиться. Спросить советы. Ну, а сплетничать. Выдумывать, придумывать. Развивать свою шизофрению, олигофрению, девочки. Я хочу жить без негатива. Тем более, у меня завтра большой такой ответственный день. Очень серьезный. Давно перестала сплетничать. Я не знаю, как вас зовут, вы не представились. Еще будут провокационные вопросы, я просто вас заблокирую, девочки. Я хочу избавиться от всего негатива и не хочу общаться с негативом. Так что, если провокационные вопросы будут, девочки, писать без проблем. Я делаю вас в бан. А вы создавайте тысячу фейков, создавайте тысячу аккаутов, тысячу этих. Одевайте маски, одевайте все остальное. Я хожу под одним ником. У меня нету никаких масок, ничего абсолютно нету. И тысячу аккаутов я не создаю для того, чтобы писать какие-то гадости. Мне кажется, я знаю, кто обливала грязью Наташу. Да, конечно, заблокировала. Зачем мне? Мне кажется, я знаю, кто сидит. Да. То, что ты будешь слышать, будешь нервничать и все остальное, зачем мне выводить из себя? Я не хочу этого всего. Я хочу хороших, умных людей. Конечно. И хочу общаться нормально. Есть очень много всего интересного. Есть другие каналы, которые сплетничают. Пожалуйста. Марин. Люба, добрый день. Каждый человек имеет право на ошибку. Вы ошиблись, но самое главное, чтобы вы это поняли. Процветание вашему каналу. Спасибо вам большое, Марин. Да, спасибо. Видите? Я на провокационные вопросы задавать не буду, отвечать не буду. И люди, которые мне задают вопросы, будут все идти в бан. Я не хочу общаться с такими людьми. Не хочу к себе притягивать негатив и быть негативной девочке. Это мое решение. Этого я сама захотела. К этому я пришла. Найдутся люди у меня. Найдутся подписчики, которые будут со мной вместе. Вместе заодно будут со мной смотреть мой город, мою жизнь. Буду показывать, стараться очень много всего интересного. Завтра вот больницу покажу, где я буду лежать. Может, там некоторые не верят, что я обманываю. Это правда. С таким не шутят? Угу. Еще кто-то написал. А, Ливия Наумова. Вас тоже забудем. Вы не заметили, что у вас не интересные стримы. Хотя вы такая хорошая. Но вам никто не хочет общаться. Ливия, я не велика потеря. Вы знаете, абсолютно. Анночка Кармазова. Давно надо было. Ливия, а вы, мне кажется, если хотите общаться с Персиком, вы там сидите на том канале. Я так поняла с ваших слов. Пожалуйста. Я никого здесь не держу. Милунка, а как из-за тебя все нервничали. Цвела и пахла. Мало крови попила из родственников. Опять навчала. Милуночка. Я тебя блокирую. Даже с улыбкой на лице, потому что это очень хорошо. Негатив притягивает негатив. И так быть с каждым, который будет мне писать гадости. Что в комментариях. Что под стримами. Если хотите смотреть, смотрите. Но молча. Кто, кто хочет написать гадости. А то, что я говорила, это правда. Больше я этого ничего, никаких новостей. Хотя у меня куча всяких новостей. Говорить я не буду. Мы знаем, наша семья знает. И этого достаточно. Правда? Да. Нам достаточно знать, что наша семья все знает. Что там было? Опять начинает гадость. Забегают. Мы сами знаем, кто это забегает. Кто без новостей сидит. Там тебе написали. Да? Ух ты. Люба, удаляйте всех этих дур. Придут новые люди. И все плохое забудется. Да. Я тоже так подумала. Они у меня даже не в подписчиках. Они просто забегают на стрим. Испортить нам настроение. Мне тем более. Но этого я не боюсь, девочки. Я иду смело. Уверена. И у меня все хорошо. И у моих детей все хорошо. Это самое главное, девочки. Я нормально держу? Там не закрываю? Нет, нет, нет. Нет, все хорошо. А, кстати, вам наш город. Катя, придут новые, они придут со старыми новостями. Катя, мне кажется, новые придут. Они не будут вспоминать и ворошить прошлое. Умный человек такое не поступит. Не сделает никогда в жизни. Приятное только можно сделать другу. А не другие враги будут делать. Просто копошиться в старом грязном белье. И мне кажется, девочки, пускай каждый, который пишет мне гадости, скажет, не делал ли он ничего такого плохого в своей жизни. Вот посмотрят на свои гада и пускай скажут. У каждого человека есть скелеты, которые не могут... А Зайбаржан. Здравствуйте, Зайбаржан. Героям слава. Да, мы живем на Украине. Так что я ничего не боюсь. Будем тихонечку идти без сестры. Да? Да, я хочу, чтобы у меня побольше было хороших. Нам нужно выбрасывать. Да. Что-то опила кофе. Да. Там еще есть. Ой, извини. Давай мне пакетик. Спускаемся. Мы уже все оплатили. Спускаемся. Можно, чтобы я показала гляд? В Библии женщина. Когда женщина... Бросали женщину камнями. Подошел и спросил. Все ли у вас хорошо? Я так же сама спрашиваю. Все ли у вас все хорошо? Что вы... У вас сколько ненависти, негатива. Или просто завистники. Завидывают просто. И все. Я больше ничего не могу сказать. А я хочу улыбаться. Я хочу радоваться. Мы сегодня даже немножко с ребенком плакались. Потому что мы в эту церкву ходили. Свято-Преображенскую. Очень красивая. Очень хорошая. Марин, откуда вы? Уже поудаляла. Их сразу стало 13. Ай, господи. Они хотели мне больно сделать. Никогда в жизни. Человек, если светится от счастья, он счастлив от жизни. Берет только самое хорошее. Он никогда пакости не будет делать. Никогда. А вот эти завистники, в которых неприятности, которые больно хотят кому-то сделать. Они и будут гадости писать. Новостей у нас очень много. И обо всех. Мы не будем от этого подробностей. Это наше семейное. К вас мы пили, да, сегодня? Да. Марина, а как вас зовут, кстати? Гадят и все. Сплетничают, гадят. Моют косточки. Марина, а как, кстати, вас зовут? До свидания. Шестнадцать человек и десять лайков. Это тоже хорошо. Вот опять уже сто тридцатый идет. Сегодня пойдете где-то гулять и дома. А во сколько он приедет? Сейчас должен быть. Подойдешь его на улице или пойдешь домой? Домой ходишь. Тоже нервничает. Бусинка моя. Сопер-касс. Тоже нервничает. Домой ходишь. Сопер-касс. Раком. 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 а ты представляешь вот эти все заблокированные они пишут какие-то гадости а я ж не вижу они строчат да они же так стараются как-то укусить а у них ничего не получается представляешь локти не достают я кстати я мочку хочу назначить модератором я давно ее хотела если я назначу слушай а как это ведущий модература ну и все я мочкой так что поздравляю тебя ты у меня ведущий модератор а это постоянно будет да если я сделаю модератом это будет постоянно она будет ну классно я и тебя бусинка сделаю там вот через дорогу девочки у нас там железная дорога а и и и и и и и и Небо такое чистое, чистое. Такое красивое. Сейчас сидят гадости. Как-то строчит, 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 слежи. А я же не вижу. А я же не вижу, не могу почитать. А они же бесятся. А я же бесятся. Им же ж новостей надо побольше. Поговорим, посоветуемся. Это самый лучший, девочки, вариант. И это останется между нами, а не будет выходить из-за каких рамок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok